Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Алексей. И давайте вспомним, что произошло на программе «Вчера». Я приезжал с интерната, мне хотелось поиграть со своими родителями. А им уже было не до этого. Почему из Подмосковья нужно было уехать на Камчатку, рожать семерых детей, которых воспитывал интернат? Почему родители ради вас семерых детей не поменяли место жительства? Это только дело родителей. Вы жили в интернате маленько, заступиться... Ну, брат заступался, если что-то. Она вас сбросила. Вы жили в машине, потому что негде было жить. Потому что она вас лишила всего. Три года я боролась. Отобрала от Камчатки. Конечно, но когда все переписала, все переписала. Он потом, когда приходил, он у старшего, у младшего сына стал бить. А вас? Нет. Тоже? Да. Я посмотрела, думаю, тёх-матёх, ничего себе тёх-матёх, вон какую фазенту себе отгрохал. Почему хлеб-то не едите? Я был в пятом классе, и как-то пришли в столовую, и у нас местная национальность коряки. Ему не хватило кусочка хлеба. Мальчик повесился. Живёте с этой виной? Алексей, привет. Вы мне очень понравились. Я даже, можно сказать, вас любви на. Ваши истории просто поражают. Я хочу, чтобы вы всегда улыбались со мной. Вот это вот для нашей сладкой жизни. Спасибо. 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 Оксана, 38 лет. Формовщица теста на хлебозаводе в Ярославле. Обожает свой сад, гордится тем, что посадила 25 вишнёвых деревьев. Мечтает свозить детей на юг. Предупреждает, что храпит. Оксана так сильно боялась мужа, что пошла на преступление, чтобы избавиться от него. Надеется, что с Алексеем она станет законопослушной женой. Ой, ну вы тоже с каким-то караваем пришли. Да, вот это от нашего первого хлебозавода, на котором я работаю. Да что вы говорите. Это производство, это не рукотворное? Да. Это всё можно кушать. Да что вы говорите. Красивый караван. Караван? Ой. Что это такое? Каравань. Каравань. Пожалуйста, это для вас. Я знаю, что Алексей не ест хлеб, поэтому я его принесла попробовать. Смотрите, добрая душа, Оксан, вот вы не едите хлеб. Я вот уже сказала, может быть, сегодня стоит отломить и попробовать? Да, конечно. Вы не виноваты, ещё раз говорю, Лёшечка, родной мой. Это же божье творение хлеб. А с солью попробуйте. Я не хочу, что он варенье не съел. Да ну его. Оставляйте, не будет он. Нам оставляйте. Смотри. Смотрите, какая красота здесь. Ну не, вот смотри, вот. Смотрите, красота. За ради бога, не попробуйте. Вау, он ещё с солью. Да. Попробуйте. Так, чуть-чуть. О, молодец. Спасибо. Ну это уже прогресс. Так. Олег. На здоровье. Но сегодня он хлеба наест за всю жизнь. Точно, точно. За всё то время, что отказывался. Спасибо, очень вкусно. Очень красиво. Исаночка, что за преступление вы совершили по отношению к мужу? Убили что ли его? Нет. Я, конечно, никого не убивала, но пришлось подделать подпись. Вы пришли с детьми? Да. Это моя дочь Василиса. Да, ну вот мы на них посмотрели, а сейчас будет взрослый разговор. Может быть, мы их отпустим. Любите пирожки? А ладно, никого пирожки хлеба. А давай тортик. Я им тортик, правильно. А вы идите, поиграйте. С тортиком. Ну что, ты торт любишь? Отлично. Сейчас вот, на тебе, он всё равно не едок. Да, Глёш, не едок, да. Держите. Так, он уж держит. Ну, может быть, реально, что не стоит вот действительно детей. Да, некоторые моменты, да. Да, некоторые моменты сейчас там. Роза что-нибудь сейчас скажет, вернее, Лариса, скорее всего, что-нибудь скажет сейчас. Какие подписи вы подделали? Мне пришлось просто её подделать. Он не хотел со мной разводиться вообще ни в какую. Достал? То есть, да, очень сильно. Вы ходили замуж по любви или по залёту? Да, я его любила. А когда начались его вот эти выходки, измены, избиения? После первого ребёнка или после второго? Ну, в принципе, они начались сразу же после свадьбы, как бы через месяц. Тогда, Оксана, мне вас не жалко. Тогда мне вас хочется добить. Я вас добью сейчас. А что женщину заставляет? Если вы видите, что вышли не за того, у вас ещё нет детей, да даже если есть дети. Но я уже была беременна. Беременная, тем более. Неужели даже страх за собственного ребёнка женщину, так сказать, не заставляет собрать вещи ночью и сбежать? Это же опасно. Это не только ваша жизнь, а вы подвергаете ещё и опасности своего ребёнка, не родившегося. Я понимаю. Вот он вас сбил, вы родили ребёнка, он продолжал пить, гулять, дебоширить и избивать. Да, после второго уже ребёнка. Нет, это пока мы про первого говорим. А зачем на второго решились? Ну, второго решилась, потому что я второй раз вышла замуж. А, с первым вы развелись, потому что... Мы разошлись, так как я работала. Приходила с работы. У меня было... То есть я приходила с работы, готовила, убиралась. Ну, он сидел, не работал. То есть, ну, как бы мне это всё надоело. Я просто попросила уйти. Чем-то похоже, да, судьба? Да. Ну, то, что... Тоже избивал. Избивал, да. То, что у неё также есть от первого брака ребёнок. Да. И от второго также, в принципе. Как к вашему ребёнку относился? Ребёнку доставалось? Доставалось очень сильно. Я, конечно, заступалась. Ну, естественно, мне доставалось за то, что я заступалась. А за что дитя бедное гнобил? Ну, потому что он не его. И говорил, что ревновал через ребёнка, да, к вашему бывшему? Да. Да, ревность была, да. То есть, как бы ты получаешь от него алименты, значит, ты с ним встречаешься, значит, ты гуляешь. То есть, ну... Ну, вы бы отказались от алиментов, сказали бы, содержи. А я отказалась потом, да. Я отказалась, но это ничего не изменило. Насколько себя не любить, да, вообще, просто не уважать вообще? По натуре, видишь, женщина страдает. Насколько не любить своих детей, как так можно? У вас всего трое детей? Да, трое. То есть, вот от этого двое, да, у вас, от второго? Да. Ну, хорошо. И вот вы видели, что он плохо относится к вашему ребёнку, поднимает руку на вас на беременную. Вы рожаете девочку? Да. И он вас избивает после чего, когда сосед пришёл заступаться? Ну, он меня, в принципе, постоянно, каждый день я получала. То есть, какую-то взбучку я получала каждый день. За что? Вот. За то, что не посолила суп, за то, что не так поставила тарелку. Да просто прошла не там. Просто телевизор он смотрел. А я мимо прошла. Вы его любили? Да. За что? Не знаю. Он сейчас подумает, скажет, господи, одну избили, другую избили. Скажет, кто-то нормально на меня попадётся. А когда его в постели застали с девушкой? Ну, это мне сосед сказал, если ты хочешь узнать, где твой муж и чем он занимается после работы, то я тебе скажу, можешь проверить. А вы нравились соседу? Потому что такая возинтересованность была в вас. Да. Вы нравились, да? Да. И вы поехали по этому адресу? Да. Я с колясочкой, с дочкой. А старшенькому от другого мужа сколько было? Ну, тоже маленький совсем. Ну, да, они все маленькие. У вас маленькие, да, перед. Вот. И когда вы позвонили в дверь, вам открыли, он стал извиняться или сразу вам в глаз с порога? Он не стал извиняться, он сказал, ну, а какого ты вообще сюда припёрлась? И ударил в очередной раз. Ну, он меня за шкирку до дома. И дома я получила хорошо. Нет, за что на свете такого бы, над собой бы я бы такого не позволила. Ну, вы не собрали вещи и не ушли от него? А мне не было возможности собрать вещи. Он у меня выкрал старшего ребёнка и спрятал его на месяц. Просто я не знала, где он. А милиция? Я обращалась. Обращалась не один раз в разные районы города. Но мне сказали, так как вы расписаны, вы муж и жена. И не важно, что ребёнок от первого брака. То есть он имеет право. А вот когда он его выкрал и спрятал где-то, он продолжал с вами жить? Да, естественно. А вы не задавали вопросы? Вы ему готовили, стирали, убирали, нянчили общего ребёнка, спали с ним. А не задавали вопросы? Тот ребёнок ваш, старший, хотя бы накормили, напойнили? А может быть, он его убил, сжёг и расчленил таких случаев, миллиард. И вы могли это сказать в милиции, что он вас избивает? И просто сказать, опасно, он мог убить моего ребёнка старшего, потому что... Я его боялась. Я спрашивала. Нет, в милиции вы не сказали об этом? В милиции я говорила об этом, что я боюсь за жизнь ребёнка. Мне сказали, а что бояться? Это ваш муж. Который спрятал вашего ребёнка от другого брака? Так я и говорю, это от другого брака ребёнка. А сказать своему бывшему, чтобы тот разобрался? А он боялся его тоже. Ему просто было всё разно. Послушайте, значит, есть органы, которые выше стоят. Это ваше дитя. Почему вы продолжали с ним спать? Вы притворились, что у вас всё хорошо, да? Да. В надежде, что вам уже никто не поможет. И это единственный способ, да, расположить его к себе. Я расположила. И когда он привёл, через месяц, где выяснилось, где был ребёнок? Он по его друзьям прятался. Ну, то есть прятали его по друзьям. Маленького, кровь. Который плакал, звал маму. В страхе, не понимал, что происходит. Да. А милиция бездействовала? А милиция... Я потом пришла и объяснила, говорю, можно... В каком это городе было? Это в Ярославле. Сколько лет назад? Ну, если честно, много уже лет назад. Ну, Юре... Ну, сколько? Юре было, по-моему, 8 лет. А сейчас сколько ему? Сейчас ему 18. 10 лет назад. Я думаю, что у нас огромная аудитория в Ярославле тоже смотрит эту передачу. Конечно же, обязательно. 10 лет – это не тот срок, чтобы поднять эти бумаги. Да? Потому что есть еще на Первом канале такая передача, как «Человек и закон», где нет истории за давностью лет. Просто не существует. Вот если вы не хотите. Я не знаю, что вы там придумаете. Ну, что вы, наверное, придумаете? Я тоже удивляюсь вот нашим женщинам, нашим русским женщинам, которые выдерживают просто не... Вот, не знаю. Медали надо давать. Скажите, а вот мать, отец, сестры, братья? Ну, мы воспитывались, три сестры у бабушки. Почему? Ну, потому что мама как бы у нее такой... Не знаю. Ну, она пьет. То есть с двух месяцев я воспитывалась у бабушки. Понятно. Это та же история, когда мать родила, да не облизала. Она не облизала ни Алексея, ни Ирину. А ведь все равно, видишь, мама любит. Что там мама? Да. Семь детей у нее. Да, у нее семь детей, я самая старшая. А вот так утражает, не лишает родительских правов. А ее лишили... Почитайте еще раз, говорю, Достоевского. Ее лишили родительских прав. Понимаете, вот, меня знаете, что больше всего бесит? Вот та мать, которая не спит ночами, ребенка вытаскивает из всех болезней, подставляет себя, жертвует собой, она мать, понимаете? И другая, которая только родила, потому что залетела. И говорит, ну она же мать, мать святая. Что в ней святого? Нельзя оставить. А это просто человек, который родил случайно. И все, по ошибке по какой-то. Понятно теперь, откуда ноги растут, и понятно, почему не уходили, и почему терпели. Какие же все-таки женщины самоотверженные? Как мы цепляемся за все вот эти вот условности? Ну я никогда не могла себе... Вот я не знаю, я никогда этого не понимала, чтобы я цеплялась за что-то вот такое негативное. Нет. Как все-таки удалось сбежать? Сосед помог. Вот тот же, которому вы нравились, судя по всему. Он просто пришел и сказал, что я больше не могу слышать это каждый день. А к себе не забрал? Нет, он женатый. А как его жена относилась к вам? Мы дружили. Не ревновало? Нет, мы дружили. Кто вас, кто кров дал, кто приютил с тремя детьми? Сначала мама. Мама, потому что вообще некуда было идти. То есть я боялась уйти от него, потому что мне некуда было идти. Вот. И я ушла к маме. У мамы, потом у сестры. Ну то есть я пряталась. Мне приходилось прятаться. Все, осталось? Он меня искал. А его уже нет. Уже два года, как я его похоронила. Хотела сказать, Господи. Понятно. А умер при обстоятельствах, которые, ну, как бы заслужил, да? Ну да. Угу. Вернулась. А что, шельму-то метит? Да. Но он женился третий раз. И что? И жена была намного его моложе. Вот. И буквально через месяц она изменилась его другом. А друг его зарезал. То есть в пьяной драке. Ревность. Убили мужа вообще непонятно. И как это можно? Она ушла от него, и все равно она его называет мужем. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. О, как вы хотите скелеты. Какие в нее могут быть скелеты? Какие? Никаких. Он же улыбался. Она ему понравилась. Она понравилась. Боже мой, что это? Что это? Маргарита. На метле. Любимый роман? Или что? Алексей, я сразу предупреждаю, что я человек слова. Если я сказала, я так и сделаю. Просто был случай. Мы, ну это, конечно, было давно, мы поспорили с подружкой, пришли в клуб, и она говорит, вот слабо тебе стриптиз танцевать на сцене, чтобы все видели. Я говорю, да нет, меня на слабо не поймать. Она говорит, ну давай. Я разделась до трусиков. До трусиков? А сколько выпили? Не знаю, но нам было весело. Господи. На сцене, чтобы все видели. А то можете его не как, а вот стриптиз танцевать, да. Да, да, да. Так, может, вы когда стриптиз показывали, и познакомились со своим вторым-то идиотом? Нет, нет, нет. Да? До этого. То есть тоже девка не промах. Молодец. А вот не рассказала бы эту историю, да? Мы бы так бы сейчас пребывали в прелести. Сюрприз приготовили? Да, мне нужно подготовиться. Переодеться. Пожалуйста, мы вас ждем. Хорошо. Я, наверное, тоже... Сюрприз. Кто-то давно у нас арабских танцев не было. Смотри. Фарцовщица теста на хлебозаводе. Фармовщица, фарцовщица. Оговорки паркура и до. Хорошо, фармось. И где стриптиз? Зато он варенье хорошо делает. Хлебушек всегда... А вам хлебушек не надо. Да. Но вы тоже такой с норовым. Это он так прикидывается. Да, да. Вы не то, что прямо. А то хлеб не ем. Это от этого толстеет. Это я не хочу набирать. То есть вы не такой уж прямо и лясь-масясь. Да не, на самом деле... Ну, я всему всегда рад. Дай я открою тебя. А что ж вы такой радостный, когда всем не радостно? Сил не хватит. Не хватит. На, открывай. Ну, ты меня, гость, пригласи. Я должна инвентаризацию провести. Твоя фаза. Я приглашаю уже. О, молодец. А кто варенье сделал? Здесь силы есть. А, это вот формовщица наша. Сейчас мы с хлебушком. Дай-ка, я тоже попробую. Малюсень. Чего? Э-э, смородина. Да, да, да. Черная. Черная смородина. Нет, варенье я тоже умею варить. Я тоже могла бы наварить. Где ж ты ходил лет двадцать назад? Я бы тебя, как Лариса Лебедовна говорит, ухотала бы. А сейчас только недвижимость поделить могу. Чего молчишь-то? Да я и так все отдал. Правда? Нет. Мне задаром не надо. Я отработаю. Засиделся так мужчина. Я не знаю, я не понимаю вообще просто, почему, да? Ты знаешь, мне кажется, после истории со второй жилой было бы страшно. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Сюрприз готов. Давайте посмотрим. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Поэтому проходите. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алла. Надеюсь на взаимовыборочку в начале, затем на взаимопонимание и, наконец, на взаимность. Спасибо, это вам. Спасибо вам. Проходите. Алла. 47 лет. По образованию акушер. Работает фармацевтом. Любит готовить и решать логические задачи. Мечтает о спокойной семейной жизни. Гордится сыновьями-близнецами. Предупреждает, что прямолинейно и вспыльчиво. 20 лет назад Алла приняла решение родить для себя. Но втайне надеялась встретить мужчину, который сможет стать ей надежной опорой. Уверена, что Алексей – именно тот, кого она так долго ждала. А почему вы приняли такое решение родить для себя? Где был ваш мужчина? Ну вот не попалась моего мужчины. Поэтому вот так случилось. У него, кстати, глаза красивые. Глаза красивые. То есть вы познакомились, начался роман? Да нет, в принципе, романа-то и не было как такового особо сильного. Несколько встреч. Ну как-то вот. Вам сейчас 47? 47. Детям по? 21. Ну как, тогда вот так вот случилось, что все уже подружки вышли замуж, а я – нет. Ну вот так вот. Обрадовались беременности? Да. Сообщили ему? Да. А он что? Но не сразу. А почему не сразу? Ну, потому что я почему-то вот так вот решила, что раз так получилось, ну, мое, значит, мое. Ни о чем. Я самая лучшая. Я так считаю, что для Алексея я самая лучшая. Ну, как бы не хотела вообще… А продолжали с ним встречаться? Нет. Ну, так получилось, что после этого мы с ним больше и не встречались. Он командировочный был? Нет, мы живем в соседних домах. Тогда объясните… Жили тогда на тот момент. Аллочка, ну тогда я вас не совсем не понимаю. Он был женат? Нет, он не был женат. Смотрите, он не был женат. У вас случилась интрижка, если это не любовная история. Вы забеременели. Почему ему сразу об этом было не сказать? Ну, потому что я легла на сохранение сразу. И как бы мы с ним не общались, тогда не было мобильных телефонов. Но он вас не пытался разыскать? А он больше… Да, но он не захотел встречаться, видимо, на тот момент. Не зная, что вы беременны? Нет, он не знал, нет. А когда вы все-таки ему сообщили? А сообщила уже, когда узнала, что двойня. И что вы ему сказали? Любимый у нас будет двойня? Ну, я не сказала любимый, прямо скажем. Ну, хорошо. Петр Степанович, у вас будет двойня. Он что? Да, причем меня это уговорили сделать, я даже не хотела этого говорить. Так как я лежала всю беременность, девочки вот меня там в палате говорят, нет, ты должна сказать. Ну, я пошла, сказала. Он, конечно, сначала так опешил, ну, естественно, я его прекрасно понимаю в данный момент. А потом? А потом сказал, ну, я не уверен, что это мое, поэтому как бы разбирайся с этим сама. Ну, одна сама вытянула двоих детей, да, двоих детей. Это достаточно трудно всю жизнь, наверное. Но она такая, видно, все равно строгая женщина, такая прям. А боевая даже, он даже сказал. А мама, папа, ваши, да, поддержали? Ну, папа уже к тому моменту не был в живых, к сожалению. А мама? Мама сначала... Страшно было сказать матери? Ну, конечно. Вместе жили с матерью? Да, мы с мамой вдвоем жили на тот момент, брат жил уже отдельно своей семьей. Ну, пришлось же сказать. Ну, пришлось, конечно. Потом вы лежите на сохранении, мама спрашивает, где это? Ну, я так и оставила направление на столе, я не говорила. То есть, чтобы мама догадалась сама? Да. То есть, Лиса, а ты будешь мне секретики рассказывать свои? Да. Будешь? Хорошо. Умница. Конечно, маме надо все рассказывать. Чтобы мама знала, чтобы мама помогала. И как она отреагировала? Ну, ужасно. Как она отреагировала? Ну, что, ругалась, заставляла сделать аборт, плакала, обвинила во всем себя, что не упроглядела. Мысли, наверное, были всякие, но я особо как бы не слушала. Ну, раз я решила, значит, я решила. Не советовала вам оставить детей в роддоме? Да вы что? Нет, об этом даже... Ну, во-первых, я сама в роддоме работала, я знаю, что такое оставленные дети. Хорошо. Скажите, Алла, а когда уже родили, сердце матери ваше, я имею в виду, растаяло? Когда она увидела сразу двоих внуков? Тоже не сразу. Вы же их привели в общую квартиру? Да, конечно. И она никак не помогала вам? Материально. Материально, да, она же работала, я-то не работала, я сидела. А как она это, ну, не знаю, аргументировала? Ну, это же ее кое-то. Нет, ну, она помогала по мере возможности где-то там, ну, то, что вот все вот эти вот бытовые дела, все лежало на мне. То есть это однозначно. Типа сама заварила эту кашу, сама разгребала. Твои дети, твои проблемы. А отец их не проявлялся в вашей жизни? Нет. Не видел, не знаком? Нет. Они у меня даже и знать не знают его вообще. А когда-нибудь пытали вас, говорили, мам, хотим узнать, увидеть? Ну, да, конечно, конечно. Нет, ну, увидеть, может быть, хотели, когда совсем в детстве. Потом уже расхотели. Алла, вот вы живете в соседних домах? Ну, сейчас не в соседних, сейчас он в другом городе живет. Никогда не было искушения похвастаться, просто сказать, вот ты дурак, посмотри, двое двоих. Ну, наверное, было, нет, но он меня видел с коляской-то, когда я ходила. Видел? Ну, проходил мимо, да, как бы не мое же, но я же так решила, что не мое. Не здоровался? Нет. А она, кстати, пришла без подарочков почему-то. Без подарков? Да. Почему? Не знаю. Ну, посмотрим, какой сюрприз. Да, может, какой-то сюрприз такой. Зарядал. Зарядал. Ну, и хорошо, это было 22 года назад. Неужели за это время не было искушения познакомиться с кем-то, не знаю? Не, ну, искушения, конечно, были, знакомства были. И романы были, наверное? Были, конечно. Конечно, были знакомства и какие-то романы были. А что не складывалось? Почему? Ну, во-первых, наверное, не всем нужны чужие дети, прямо скажем. Прямо скажем, да. Да, вот. А вы знаете, что сегодняшние девочки, которым по 23, по 25, они рожают с легкостью, не задумываются, они так не считают. Как мои дети не нужны тебе? Не, ну, вы знаете, я сегодня наслушалась столько историй про то, как, извините, над детьми издеваются. Я бы такого никогда не позволила. Конечно. Вообще никогда в жизни. Чтобы я жила с таким мужчиной, который будет издеваться над моими любимыми детьми? Вообще. Настоящая мать. Нет, никогда. Браво вам. Ну, мы же такие женщины, которые все равно терпят и живут. Зачем терпеть? Вынуждены. Наверняка в вас влюблялись и предложения, наверное, делали. Влюблялись? Не, предложения, кстати, не делал никто и никогда. Влюблялись, наверное, но влюблялись почему-то только женатые. Ну, они самые безопасные. Во-первых, они выглядят, в отличие от неженатых, лучше, потому что жены за ними ухаживают. Они более уверенные. Нет, ну, я-то не могу сказать, что я отвечала им взаимностью. То есть это была чисто с их стороны инициатива. Павел, давайте ближе уже к истории Алексея. Вот вы ее послушали. Я, например, за семь с лишним лет в день этой программы таких мужчин, как Алексей, не встречала. Я очень редко вообще. Нет, а я в своей жизни просто таких не встречала, чтобы человек через стольки, через такие жернова пройти и остаться абсолютно чистейшим, добрейшим, щедрейшим человеком. Я не встречала. Меня тоже поразила история Алексея, конечно. Он точно не обидит ваших пацанов, будет с радостью ждать внуков, будет помогать в воспитании. Ну, надеюсь, да, как бы я на это надеюсь. А вам нравится Алексей? Ну, прямо скажем, да. И ведь внешне очень интересное, да, ко всему прочему? Ну, да. Ну, мне кажется, я больше подхожу для Алексея. А смогли бы стать хорошей хозяйкой в его доме большом? А я хорошая хозяйка. Вы москвичка? Нет, я из Подмосковья. Ну, слушайте, и Алексей из Подмосковья. Да. То есть вот у нас вообще очень много общего. Вот закруточки – это вообще мое хобби. Вообще просто хобби. Правда? Да. А вот меня все-таки смущает. Алла, ведь ни разу с мужчиной не жили. Это ж какой адский труд. Это сейчас он сидит такой. Может, не знаем, что там у него при закрытых дверях-то? Ну, почему? Ну, догадываюсь. Была у меня история, когда я там некоторое время жили мы с мужчиной, да. Ну, как бы это неофициально. Просто мужчина такого рядом не оказалось, да, который дал бы эту возможность ей раскрыться. Есть опыт у вас в проживании с мужчиной? Ну, ты понимаешь, Алексей не очень требовательный. Он сам все делает и сам готов. Я, наоборот, его за это как бы порицаю. Нельзя. Есть женские обязательства, есть мужские. В смысле, Алексей, моя интуиция подсказывать проблем не будет. Но вы тоже, в свою очередь, должны отогреть. Есть, кроме пацанов, на кого направлено сейчас все ваше запасы? В том-то и дело, что пацаны-то выросли. А дети-то некуда вот это. Многие появятся. Потом будете отдавать. А Алексею опять ничего не достанется. Ничего не достанется, это как? Такого быть не может. Он бы не будет претендовать. Вот он говорит, я и брачный контракт-то не буду делать. Ну, и, соответственно, и... Зачем? У меня есть трехкомнатная квартира. А у вас квартира еще. Да, ему это вообще неинтересно. А, кстати, да, я не думаю, что он будет жить в квартире. У него квартира все перед большой дом огромным. Я не думаю, что он будет жить в нее. А детям оставит она. Как любите отдыхать? Отдыхать? И верующий ли вы человек? Вы православная? Да, я православная. Ну, я не скажу, что я прям глубоко верующий человек, но православная. Ну, не выцерплены, да? Нет. Ну, если вы верующая и православная, я думаю, с Алексеем вам будет интересно. Ну, на счет отдыха лыжи, коньки, легко. А вы как? На что тратите? Да, у него там тренажерный зал. Я с удовольствием. То есть вы тоже ведете активный образ жизни? Да. Ну, прекрасно, вы улыбаетесь, хороший знак. Ну, по мере возможности, конечно, потому что я работаю всю жизнь на трех работах, мне некогда отдыхать. Алла, знаете, что мне в вас нравится? То, что вы одна воспитала двоих пацанов, и я думаю, не ели большой ложкой счастья, прямо, знаете, с края. Наверное. Но вы не сломались, вы абсолютно оптимистка, у вас живые глаза, и вы жизнелюбивая, и вы тоже выстояли. Да, не было детских домов, да, не было избиений со стороны там мужа, слава богу. Не было замечательной семьи. Да. Но вот мне как-то видится, что вы могли бы стать прекрасной парой. И возраст у вас один. Думаю, что с первой и с третьей невестой Алексей точно уснёт. А со мной все чувства познавятся. Я думаю, что он будет счастлив. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. Ребят, ну, в общем, случаются же чудеса. И поскольку остался единственный бонус свидания наедине, я прямо с радостью вас хочу в комнату отправить. Чего там тянуть. Проходите. А, наверное, не туда, не туда. Он туда, он туда. Пошёл не в ту комнату. Да. Присаживайтесь. Это наше первое свидание. Курля пересохла. Да. От волнения. От волнения вообще просто. А вы где работаете? В аптеке, фармацевте. А, понятно. То есть работа такая, которая... Ну, суббота, воскресенье, наверное, выходной. Нет, я работаю 2-2. То есть у меня как бы так выходные плавающие, да. Поэтому... И ещё работать приходится на другой работе. Поэтому... А зачем вам столько денег? Денег? Вообще-то двоих детей кормить надо. Мужиков-то... А они где-то работают ещё? Нет, у меня ещё один учится. Один вот сейчас закончил институт в этом году. Вот сейчас только пошёл на работу. А второй ещё пятый курс института. Поэтому... Можно участь где-то ещё подрабатывать? Ну, нет. По возможности они, конечно, подрабатывают, конечно, да. То есть они помогают по возможности. То есть это в этом проблем нет. А вы всё равно на трёх работаете? На двух. Сейчас на двух. Да. Ну, не хочется бросать вторую. Очень хорошая работа нравится, поэтому... Ну, а себе тоже надо подумать. Ну, вот я и решила подумать о себе, придя сюда. На эту передачу. Наверное, уже пора подумать о себе. Конечно. Потому что, наверное, не останется больше времени. Сейчас вот последний момент. Последняя попытка. Я надеюсь, мы воспользуемся этим моментом. Пацанам 21. Они, наверное, по часу учатся ведь, да? Один уже закончил, у него бакалавр. А второй и пятый курс института. Вот и получается, что мальчики как бы выросли, и появилось время для себя. Да как бы они ещё вкладывали. Об этих мальчиков сложилось столько. У них была музыкальная школа, постоянные секции. Они у неё творчески настолько одарённые. А когда работать будут? Отличники. Нет, они работают. Вот один уже работает. Самое замечательное, что, наверное, на втором или на третьем курсе, когда они стали подрабатывать, первое, что они сделали, отправили маму за границу отдыхать. Ой, молодцы. То есть, да, на самом деле. Потому что как аукнется. Да. Потому что если не вкладываешь, то ты не получишь. Вот там что-то. Она такая, не надуманная. Она оптимистка по жизни, на самом деле. Знаете, я ещё раз говорю. Видит только хорошее, мне кажется. Не самый, наверное, добрейший человек, всепрощающий на земле. Но, я думаю, очень высокий процент стариков, коротающих свой век в домах престарелых, должны как-то на досуге пораскинуть мозгами, как они прожили свою собственную жизнь и почему их дети туда отправили. Вот и всё. Ой, улыбается, улыбается, Алексей. Какое счастье. Красава и страх. И, наверное, приготовили вы, Аллочка, сюрприз. А мы думали, вы нам кто? Который покажете. Ну да. Есть сюрприз. Есть сюрприз. Пожалуйста, вам нужен Алексей, нет? Да, конечно, Алексей, пойдёмте. Проходите. Опять капуста. Алексей. Да. Вот баночки я закрывать умею. А вот сажать я ничего не умею. Надеюсь, вы меня научите. Это уже всё. Это проще для вас? Да, конечно. Что нужно сначала сделать? Это уже всё готовое для приготовления в пищу. Это салат. А вот это вот называется. Вот это земля для того, чтобы съедить. Одна с оленью не умеет, другая сажать. Давайте сажать. Субтитры создавал DimaTorzok Это покоряет, когда мужчина умеет делать руками что-то. А можно я полью? Пожалуйста. Достаточно. Все у вас сладится, все у вас получится. Было бы желание. Спасибо, Артур. Приехал бы ко мне в Богород. Посмотрел бы, сколько у меня вишенок, яблоки, сливы. И все, я сажаю огурцы и помидоры. Спасибо, девочки. Заберите букет цветов. В подружку и проходите в свою комнату. Коробку тоже выбирайте. Потом выясним, сколько я делаю. Просто хочется написать не повесть о настоящем человеке, а роман о настоящих людях. Это точно. Да. Есть такие человеческие подвиги. И вот со стороны Аллы, да, и ваши тоже бесчисленные подвиги. И для Оксана, Ирина. Такое счастье, что есть эта программа, и что у меня есть возможность встречаться. И у вас чему-то учиться, и что-то от вас брать. Потому что то, как вы заряжаете, вот просто своим присутствием. Ну, моей любви хватит на всех. На Алексея тем более. Ну, как вам, Алексей? Хороший. Хороший, нравится? Да. После такой истории думал, господи, да вот у людей проблемы-то. У меня-то вообще... О, а я тут сижу-то это. Пошли, встали, сделали все. Потом еще, знаете, есть женщины, которые ставят себе в дикую заслугу, что она забеременела от женатого, что она родила вне брака. И ей все должны кругом. И всех обвиняет. И что и мама, и бывший, и тот бросился. А Алла смеется, она никого не обвиняет. Она сказала, это было мое решение, я хотела себе родить детей. Она родила, и она с улыбкой идет по жизни, и она не стала никого грузить. Ни того мужчину. Там бог с ним, у него, наверное, другая история в жизни. Никого не грузит, вот просто сама. Вот так же и живет. И, конечно, ей должно воздастся. И, конечно, в виде прекрасного мужчины. Такого, как вы. Слушай, мне прям он очень понравился. Да, да, вот именно вот. Контакт пошел. Пошел контакт. Вот что-то так вот прям затронул Алла. Он смотрел на тебя все время. Андрей, ну а Алла-то во вкусе Алексея, правда? Да. И умница большая, и ни от кого ничего не ждет. Он улыбаться начал, когда она появилась в студии. Он уже улыбался. Даже не рассказывая ничего. Лекарства сейчас дорогие. Я ей тоже понравилась. Значит, он свое мнение ему скажет. Да. Прям то, что надо. А мальчишки какие замечательные. Мы их еще, они вам и огородик распашут, или прям, что вы там делаете в этом огороде. Что, молодцы? Газон. Встреча. О! Проще. Роза, ну понравилась. Да, да, да. Прямо вот особенно возрастные. Не сломленные, не особо нахлебавшиеся от мужчин, чтобы на вас отыграться за свои предыдущие истории. Прекрасные. Тамарочка, а что ты скажешь? Алла Рак. Уникальный человек, который родился прямо в момент Новолуния. То есть, Солнце с Луной в соединении. Там же Венера и Марс. Человек, который действительно самодостаточный, как радостный ручейок. Знаете, такая радуга, которую и любимого человека поймет. И она очень уютная. Все про тебя. Есть арабская поговорка, вот именно к ней она подходит. Арабская поговорка такая. Толстая женщина, как одеяло зимой. Понимаете, да? Вот она и укроет, и согреет, и летом с ней хорошо, и в любое время года. Человек действительно... Она не толстая. Да это просто поговорка к тому, что она в теле. Алексей любит худых, а она немножко в теле. Откуда? Вы правда худых любите? А кто сказал? Нет. Тамара. А я вот думаю, что да. Это пока по слезам, да? Он просто не говорит об этом. А что она меня толстой там называет? Да не толстая, она говорит, что ты тёплая и уютная. Ну ладно. Немножко другое. Это просто поговорка. В общем, парни, советуйтесь. Но она для вас идеальна. Вы знаете, вот её показатели для вас, и даже включая Меркурий, то есть менталитет. У вас такой менталитет и у того, и у другого, что вы можете друг друга обогатить. Жалко, что вот вторая. Вот она так-то симпатичная. Спортила вот этим всем. Да, она... Спортила вот этим всем. Спортила вот с одним моментом. Она... Кстати, она ему подходит. Ну, я бы не сказала. Я бы тоже не сказала, что ты больше подходишь. Да, ты больше подходишь. В общем, давайте, советуйтесь. Алексей, мы тоже пока посоветуемся и уже будем выбирать. Тебе какого, да, наибольшего? И что ты скажешь? Или первое? Смотри. Это он нас улетит. Алексей, а пока вы думаете, мы хотим похвастаться вам и нашим зрителям еще одной сложившейся парой. Давайте посмотрим вместе. Помню, помню. Интересно, через какое время эта девочка их разведет. Ну, так что, друзья мои, посоветовались? Да. Ну, и вы кому советуете? Спасибо вам огромное. И еще я очень хотел сказать, что... Я очень хотел это сказать, что все одинокие люди, не теряйте надежду. Я вот просто сидел ночью за компьютером и просто я каждый день смотрю вашу передачу. Я просто наслаждаюсь вами всеми, вашей программой. То, что вы делаете для людей, это нереально. Я вам честно говорю, меня никто не учил этого говорить. Я просто набрал двоеточки.ру и долго-долго отвечал на вопросы компьютера. Двоеточки ТВ. Ну, двоеточки ТВ. Ну, в общем, я набрал давай поженимся, вообще честно говоря. И самое главное, я сюда, когда ехал, у меня очень много людей, кто поддержал, мои друзья. Татьяна, Стас, Сергей. Спасибо вам огромное. И спасибо вам, что вы есть просто, вы есть. Вы даете такой стимул к жизни. Вот я пока дожил до вашей передачи, я просто жил. Я просто жил в этом. Мой мальчик, я сейчас заплатила. Спасибо вам. Правда. Мое счастье, родной мой. Ну, и к кому пойдете? Выбрали? Андрюш, кого вы советуете? Я посоветовал на выбор за Алексея. Кого? Я последнюю Аллу. За Аллу. Решение ты должен принять Алексей? Во-первых, я уверена, что после этой передачи будет такой шквал писем в ваш адрес. То есть вы себе не можете представить, потому что вы штучные. Таких, как вы, я встречаю в первый раз. Но, мне кажется, Алла – это та женщина, которая сможет вас осчастливить. И хочется, чтобы вы ее осчастливили. И если вы к ней пойдете в комнату, вы не прогадаете, в конце концов, ну, не сложится, никто вас силком же в ЗАГС не тащит, попробуйте. Ну как, не попробуй, у вас что-то может выйти, у вас что-то. Я тоже за Аллу. А ты? А я всегда женихам говорю, не влюбившись, не полюбишь. Когда же кирпич на голову не падает, надо как минимум на стройплощадку сходить, в общем-то. Раз вот Господь Бог привел на программу, дожили вы до нее, грех, как говорится, хотя бы не попробовать. Правда. Ну так, ну… Потом вы всегда под нашим крылом. Бога не гневите, конечно. Но ваша фазента мне понравилась. Ну давай съездим, гостика. Давай. Ну действительно, он столько испытал, что ему действительно нужно такое чудо дома, чтобы выслушал, понял, да? Он достоин счастья просто. Достоин счастья. А это счастье, это я. А что звезды? Ты уже сказала про Аллу, да? Да, я считаю, что первая и третья женщина, они, конечно, больше всего вам подходят. В общем, слушайте себя, свое сердце. Спасибо вам, Аганна. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. В любом случае, наверное, вся Россия вам говорит спасибо за то, что вы есть. Нет, вы, Андрюш, сидите, пока только один Алешечка идет. Леш, идите туда, куда решили. Мы вас поддерживаем. Спасибо. Вот тебе и на... Почему не пошел, как считаете? Куда не пошел? А он ушел. Не пошел ни к кому. А он, может, не знает, что сюда надо идти. Может быть, он перепутал? Он дверь перепутал. Может, он заблудился? Может быть. Нет, потому что они тут все все ляськи-мосяськи. Он, когда с ней выходил, пошел в ту дверь. Я сразу подумала, что... Правильно говоришь, худых любит. А тут сидел и разглагольствовал, что все женщины прекрасные. Что? Я знаю, кто ему нравится. Ну, кто нравится? Ну, не худые. Не худые? Да. Может, статусно ему нравится? Да, он любит женщин. Мужч, себе возит нах. Рус, честно. Я не добрая. Я справедливая. Да вот справедливый, может быть, тоже подойдет. Я даже готова быть доброй. Слушай, мне надо... Слушай, Рост, а... Мне отдохнуть надо просто на вас, понимаешь? Так ты с ним и отдохнешь. Может, перепутал. Ой, он еще и просить-нибудь кормить мне надо. Слушай, а может быть, сейчас что-то еще и будет продавать? А я его сейчас попытаю на сцене. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Алексея. Спасибо. Алексей, ну а почему не пошли? Извините. Не надо извиняться. Слушайте, вы зашли в комнату, где вас никто не ждет, и мне Роза говорит, ты там его попытай, может, он ко мне? Нет? Розка. Да она такая с виду только злющая. А? Нет? Или останется за кадром тайной? На следующей программе узнаем. Вы подумайте, она редко кому себя предлагает. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, или вам понравился кто-то из сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи.